Самого доброго утра! Самой позитивной в стране Евросоюза. Латвия, просыпаемся. Прошло 9 мая и подведем кое-какие итоги. Не будем говорить про то, что у нас в стране есть только один провокатор, это существующее правительство. Больше у нас никто провокациями не занимается. И заметьте, как отлично отреагировал народ. Сами, наверное, знаете, что я был волонтером и устроил акцию по посадке цветов на братском мемориале. Был поражен, знаешь, чем? Чтобы там не говорили, половина тех людей, которые участвовали в моей акции, не говорили на русском языке. Ну, если кому это важно. У нас же придумали, что это кремлевская история, что это поддержка агрессии России 9 мая. Я говорю просто от себя, я не знаю, как у тебя, да? Половина из тех, это были настоящие латыши, которые видят сны на латышском языке. Есть партии в Латвии, которые не афишируют свою деятельность, но они также 9 мая возлагают цветы. Я не говорю про там Ушаковых, Росликовых и прочих парней, которым это просто надо для самой пиара. Про Рожданок, Русско-Еврейский союз, которым только пиар в этой акции интересует. Почему так подумал? Потому что если бы у них это в сердце было, а не в голове и цифры бизнеса, да, то наверняка взяли бы какое-то кладбище и сами своими ручками просто бы ухаживали. Не один день в году, когда тебе политически надо какие-то баллы набрать, да, а когда от души, когда ты приехал и в июле туда на денек, и в сентябре и так далее. Понимаешь? Вот тогда бы это было бы от души и по чесночку. А так просто для того, чтобы людей дурачить. Теперь смотри, если мы заскакиваем в интернет, количество провокаторов, но это те, которые сидят на пропаганде существующего правительства, у которых едет крыша, примерно на таком же уровне, как у тех, кто сидит на прокремлевской пропаганде, ну, смотрит ТВ российского качества, да. Вот их очень маленькое количество. И журналисты, конечно же, бегают, бегают, ну, прям как ненормальные, не журналисты, извини, пропагандисты латвийские, и выщипают из толпы вот этих людей, и на основе их делают картинку негатива. Это обязательная история. То есть надо найти какого-то мужика с бутылкой водки, обязательно бушанки из балалайка, и сказать, вот он, ну, прокремлевский активист. Но таких картинок вы видели очень мало, и эти как кровь из пальца высасывают. А знаешь, сколько много картинок, когда ребята говорят на латышском языке, девочки и мальчики разных возрастов, возлагают цветы и говорят, нас не надо снимать на видео, у нас есть сердце, и мы сегодня возлагаем цветы в нашей стране. Это было очень позитивно. Это много-много-много в сети, и поэтому, конечно же, можно нам сколько угодно ссать в уши. Мы понимаем, что с этим правительством что-то надо делать, что пока не ясно. Это будет ясно, может быть, 27-го числа этого месяца. Что произойдет 27-го? Мы в очередной раз соберемся для того, чтобы сказать нет президенту Левитса. Мы помним, чтобы правительство недоумков Каринша осталось у власти, им нужен Левитс. По странному стечению обстоятельства у нас перестала работать конституция, да, и у нас Левитс, то есть президент, это не арбитр между государством и народом, а это просто один из соучредителей этой ГОП-компании. И получается, что нарушена вот эта вот демократическая машинка, которая бы нашу страну демократически развивала. Поэтому что происходит? Недоумка Левитса надо снять, а за ним следом автоматом идет Каринша. Но они придумали кое-что хитренькое, потому что они сейчас выводят третьего кандидата, и будет довольно большая борьба. Несмотря на это, народ должен выйти, и мы должны требовать всенародное голосование, иначе у нас не будет демократии, к сожалению. Это нужно ради нашей демократии. И максимально готовить господина Каринша и Левитса к отправке домой. К сожалению, по-другому эту страну очень будет сложно нам развивать, очень дорого. Но политика очень странная штука. Потому что мы понимаем, что этот крестовый поход собирает шлессерс. А вот теперь со шлессерсом, смотри, какая интересная история. Мусоросжигательная свалка. По ней можно определять, кто есть народный представитель, а кто нет. Сейчас мы воюем за мусоросжигательный завод, и мы как будто бы побеждаем, но там не все так просто. Смотри, мы обратились к Сасыкане, они сказали со структурами Челы, да, мы воевать не будем. Мы обратились к Рослику, он сначала дал заднюю, и только понял, когда люди собираются, когда у людей получается, то, конечно же, надо возглавить это восстание. Только тогда ему это стало интересно. А самое интересное, это что кое-кто приходил от господина шлессерса. Они пришли, но при этом не поддержали эту идею. Ну, понимаешь, о чем я? То есть, если взять господина шлессерса, он, конечно же, очень хочет быть Робин Гудом, но мы понимаем, что если он захочет, то господина Каринша он посадит за 2-3 недели в тюрьму. На господина Каринша есть уже готовое уголовное дело. Однако он им не пользуется, понимаешь? Почему он не выступает, как все, против мусоросжигательного завода? Он же понимает, что это большое зло. Но, однако, это, помните, сговор олигархов был? Он тоже никуда не делался. Поэтому здесь очень сложная ситуация. И поэтому неплохо было бы, если бы каждый из нас был активным. И мы должны понимать, что если мы из этой замечательной страны не будем делать замечательную страну, за нас это никто не сделает. Не лишнее будет напомнить, что Латвия самая позитивная страна Евросоюза. И здесь живут только добрые, отзывчивые люди. И у нас впереди лето. Всем добра и позитива.